В преддверии нового учебного года и возвращения к оффлайн-обучению, родители призывают жителей не тянуть с вакцинацией. Ведь массовая иммунизация обеспечит безопасность учащихся. А традиционная форма обучения повысит качество образования, поскольку знания усваиваются намного лучше. Дина Расабитова расскажет подробнее. У Ирины Витотовой один ребенок учится в школе, а другой в университете. И он уже успел получить вакцину. Как и все родители, ее беспокоят безопасность своих детей. В особенности она волнуется за младшего, поскольку он не вакцинирован и с нетерпением ждет момента, когда в Казахстан завезут вакцину для детей. Самое главное – это заработать общий иммунитет. Иммунитет, который может дать нам только вакцинация. Вакцинация, которую мы должны и обязаны. Просто это наша гражданская позиция должна быть. Мы должны принять вакцину, сделать. Тем временем в университете Нур-Мубарак полным ходом идет подготовка ко встрече со студентами в оффлайн-формате. Сотрудники университета сообщили, что с этой целью здания образовательного учреждения и общежитий были развернуты медпункты. А также здесь внедрили систему АШИК. Всем студентам и сотрудникам университета не терпится вернуться к оффлайн-обучению. Хочется отметить, что процент вакцинированных среди студентов и администрации университета составил 70%. Пандемия изменила не только наши привычки, но и внесла новый пункт в списке необходимых принадлежностей для учебы. Теперь помимо покупки канцелярии студенты спешат поставить антиковидный укол. Я очень рад, что мы возвращаемся к традиционной форме обучения, поскольку столкнулся со сложностями в учебе во время первого курса. Я уже получил вакцину и мне не терпится приступить к учебе. На сегодняшний день почти 6 миллионов человек приняли участие во всеобщей иммунизации. В лидерах по числу вакцинированных остается город Алматы с охватом более 792 тысяч человек. Сейчас в городе функционирует 160 прививочных пунктов, которые работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Динара Сабитова, Рашид Шакуралеев, телеканал Алматы.